Пеленочный дерматит, помогаем малышу. На современный манер его даже все чаще называют памперсным, ведь сейчас малыши носят подгузники. Когда на нежной детской коже появляются опрелости, молодые мамы должны знать, почему так происходит и как помочь крохе. Пеленки, которые раньше широко использовались для ухода за младенцами, практически ушли в прошлое. Но диагностировать пеленочный дерматит педиатры продолжают и сегодня. Как распознать пеленочный дерматит? Пеленочный дерматит у детей – это кожное воспаление, возникающее в результате физических, механических или бактериальных факторов. Встречается оно у половины детей младенческого возраста. Как выглядит пеленочный дерматит? Однажды, меняя ребенку подгузник, мама заметит небольшое покраснение, и даже шелушение на его коже в области гениталий, игодиц, паховых складок и поясницы. Нужно понимать, что воспалительный процесс начинается именно в тех местах, где кожа контактирует с подгузником. И если действие раздражающих факторов не устранено, на коже появляются красные прыщики и пузырьки. Площадь поражения со временем может увеличиваться. В запущенной форме могут наблюдаться мокнутие и образование корочек, гнойничков и трещинок. Важно! Пеленочный дерматит у грудничка часто сопровождается периональным дерматитом, когда кожа краснеет вокруг ануса. Обычно это связано с кишечными проблемами и жидким стулом. В зоне риска – дети на искусственном вскармливании и малыши, которым только вводят прикорм. О правильном введении прикорма смотрите интернет-курс Азбука Прикорма – безопасное введение прикорма грудничку и GT, и GT, и GT – причины пеленочного дерматита. Многие системы и органы у малыша еще не сформированы до конца, кожный покров тоже несовершенен. Детская кожа не защищена специальной гидролипидной мантией, которая препятствует развитию бактерий и грибков. К тому же она тонкая и очень чувствительная. Поэтому кожу детей очень легко повредить. В связи с этим родители должны тщательно подбирать подгузники по размеру, ведь малейшее натирание неизбежно приведет к покраснению. Важно и правильно надевать подгузник, аккуратно расправлять резиночки на бедрах малыша и следить, чтобы они не врезались в ножки. Побробнее о том, как менять памперс новорожденному и GT, и GT, и GT, необходимо правильно фиксировать липучки, чтобы подгузник хорошо сидел на ребенке. Пеленочный дерматит может возникнуть как у новорожденных, так и у двухлетних, и у трехлетних малышей. Особенно, если они склонны к аллергии, читайте статью об аллергии у грудничка и GT. И GT, и GT подмигивающее лицо, имеют лишний вес, проблемы. Желудочно-кишечным трактом, или эндокринные нарушения. Как только дети перестают носить подгузники, проблема исчезает. Даже качественный подгузник через несколько часов использования начинает оказывать эффект компресса, что чревато перегреванием и излишним. Увлажнением детской кожи, перепады температуры и влажности ей вредят. А моча или кал создают условия для развития воспалительного процесса. Провоцировать развитие пеленочного дерматита могут также, лосьоны, присыпки, детские кремы, средства ухода. Способны закупоривать поры, в результате чего кожа перестает дышать и возникает раздражение. Важно, обратите внимание, что в силу анатомических особенностей наиболее подвержены опрелостям девочки. Чтобы предотвратить у них не только раздражение кожи, но и развитие восходящих инфекций мочеполовой системы, необходимо обеспечить. Малышкам тщательный гигиенический туалет половых органов и частую смену подгузников. Читайте важную статью о том, как подмывать новорожденную девочку и GT, и GT, и GT. В идеале стоит вообще отказаться от дневного использования подгузника, позволив коже восстановиться и дышать. Чтобы научиться комфортной жизни с ребенком и понимать особенности его поведения и развития, смотрите интернет-курс «Мой любимый». Малыш, воспитание и развитие ребенка до года и GT, и GT, и GT, лечение пеленочного дерматита. При легкой степени можно ограничиться мазями на основе цинка, бензолкония, хлорида, парафина, ланолина. Они оказывают стягивающие, антисептическое и дезинфицирующие действия. Среди подсушивающих средств от пеленочного дерматита наиболее популярны – десятин, циндол, цинковая паста, большинство кремов под подгузник. Они наиболее эффективны в самом начале заболевания. Эти средства помогают образовывать защитный слой на коже и препятствуют дальнейшему воспалению. Чем лечить пеленочный дерматит в осложненной форме? Обычно педиатры назначают средства с декспантенолом. Это бипантен и депантенол, которые лучше использовать тогда, когда уже началось заживление кожи. Их наносят на чистую, хорошо высушенную кожу. Можно использовать препараты на основе декспантенола и хлоргексидина, бипантен плюс, депантол. Внимание! Использование гормональных мазей для детей запрещено. Лечение мазями и кремами от пеленочного дерматита следует сочетать с воздушными ваннами. Чем чаще ребенок будет находиться без подгузника? Тем лучше. Этот метод следует использовать и в качестве профилактики заболевания. Когда у крохи уже есть раздражение на коже, следует менять памперс каждые три часа и почаще оставлять малыша без подгузника. Хотя бы на время бодрствования. Это интересно. В ходе клинических испытаний было обнаружено, что местное применение материнского молока способно помочь при решении многих детских проблем. Так, ученые выяснили, что лечение пеленочного дерматита грудным молоком сопоставимо с лечением мазью гидрокортизона. Что должно насторожить? Вы правильно ухаживаете за кожей малыша, смазываете пораженные участки специальными средствами, но проблема остается. Это повод для обязательной консультации педиатра. К врачу стоит обратиться в следующих ситуациях, высыпания не проходят больше трех дней и нет видимых улучшений, на фоне раздражения. Кожа у малыша поднимается температура, узнайте, как померить температуру новорожденному ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо, пораженная область. Увеличивается в объеме, кожа приобретает синюшность, появляются гнонички. Не следует путать пеленочный дерматит с другими кожными проблемами. У малыша может быть аллергическая реакция. Раздражение на коже может вызвать также недостаток цинка в организме. Узнайте, почему еще у малыша может быть красная попа ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ. Некоторые дети страдают от сиборейного дерматита, в таком случае. Шелушение и покраснение наблюдаются по всему телу. В любом случае требуется консультация педиатра. Профилактика кожных заболеваний. Каждая мама должна заботиться о здоровье кожи своего малыша. Пеленочный дерматит способен доставлять ему массу неудобств. Зуд и раздражение делают его плаксивом. Из-за задискомфорта нарушается аппетит и сон. Профилактические меры помогут предотвратить заболевание или снизить вероятность его возникновения. Меняйте подгузники не реже раза в 3-4 часа. Не думайте, что это всего лишь маркетинговый ход, и производителям на руку, чтобы вы как можно быстрее использовали старую пачку и купили новую. Долго держать ребенка в памперсе просто негигиенично. Старайтесь не использовать многоразовые или марлевые подгузники. Подробнее в статье «Марлевые подгузники для новорожденного EGT, EGT, EGT» покупайте подгузники из качественных материалов. Дешевые подгузники натирают, не пропускают воздух, плохо впитывают, и риск заработать в них пеленочный дерматит значительно повышается. Выбирайте марки с гипоаллергенной основой. Об этом подробно рассказано в статье «Какие памперсы лучше для новорожденного EGT, 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 кормите малыша грудью». Грудное молоко уменьшает кислотность кала, что снижает вероятность возникновения воспаления и кишечных инфекций и является отличной профилактикой дерматитов. Важное о грудном вскармливании EGT, 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 соблюдайте правила ухода. Всегда подмывайте малыша между сменами подгузника, особое внимание уделяя складочкам. Кожу ребенка вытирайте промакивающими движениями. Оставляйте его голеньким минимум на 15 минут. Старайтесь не использовать присыпку, если кожа малыша здорова, вместо нее выбирайте специальный детский крем под подгузник. Используйте уходовую косметику по возрасту. Отшлеживайте реакцию малыша на средства ухода. Используйте только проверенные кремы и лосьоны с маркировкой 0+. Желательно, чтобы они были без синтетических добавок и парабенов, которые негативно воздействуют на кожу ребенка. Детское белье стирайте порошками без отдушек и без добавок, чтобы не спровоцировать раздражение кожи. Подробнее в статье «Как и чем стирать вещи для новорожденного EGT, EGT, EGT» – это интересно. Психосоматологи выдвинули свою версию возникновения пеленочного дерматита у детей. Они считают, что большинство кожных проблем малышей связаны с конфликтом разделения матери и ребенка. Дети нуждаются в маме, ее ласке и заботе. Если они их недополучают, возникают проблемы. Например, при дерматитах детская кожа словно говорит «погладь меня». Женщины могут все время проводить с детьми и даже не осознавать, что подсознательно хотят отстраниться от них. От усталости или по другим причинам. Если чувствуете постоянную усталость, несмотря на памперсы и мультиварки, смотрите семинар «Мама устала». Как перестать злиться и вернуть себя в норму EGT, 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 больше любви, вовлеченности в жизнь маленького человечка, больше качественно проведенного с ним времени, пусть даже это будут всего несколько часов в день, и проблема быстро решится. Счастливого материнства! Счастливого материнства!